Ситуация на грани абсурда. Много лет на улице Разведочной, что в районе ЖБИ, проживали три семьи с одинаковой нумерацией домов. Данный факт смущал, но не сильно беспокоил, ровно до тех пор, пока не дошла до них цифровизация. Без ведома хозяев, всех жителей прописали в один дом. И чем все это закончилось в сюжете Ирины Вовещевич. Месяц назад пришла платежка, и мы узнали, что в нашем доме прописано 12 человек. Стали разбираться через водоканал, и в водоканале нам сказали, что действительно прописано 12 человек. Елена Стажок проживает на улице Разведочной 1А всю свою жизнь. В доме было прописано трое членов семьи, а тут вдруг откуда-то появились еще девять. Елена начала разбираться в ЦОНе, и тут стало выясняться, что на их регистрационный номер повесили соседей, которые живут в других домах неподалеку на той же улице и с той же нумерацией. А мы поехали в миграционку. В миграционке нам сказали, надо выписать этих людей. То есть, соответственно, мы со своего дома выписали людей-соседей. Хотя не знали, кто. Мы даже не знали, кто. Мы не могли справку получить. В госструктуре быстро выписали эти девять человек, не удосужившись проверить, кто эти люди, и какое вообще они имеют отношение к данному адресу, и на каком основании были прописаны еще в 2019 году. А также не поставили в известность выписываемых. Елена Стажок вынуждена была поменять номер дома, и теперь у них все в порядке. Но проблемы начались у соседей, оставшихся без прописки. Особенно не повезло Галине Кузнецовой. Ладно, выписала, выписала. Я чувствую, что я хозяйка дома. Я приеду, меня выписали, меня обратно поставят на прописку. Я еду туда. Прежде чем перед этим, я поднимаю удостоверение, оно у меня просроченное. Думаю, ага, значит, мне надо сходить сначала к участковому. Я иду к участковому. Галина оплатила штраф за просрочку удостоверения и направилась в ЦОН, чтобы заменить удостоверение. А там говорят, что нужна прописка, чтобы делать удостоверение. А прописку не делают, пока не будет удостоверения. Круг замкнулся, и никто ничем помочь Галине не может. Данная гражданка просрочила удостоверение личности в 22-м году и в июне месяце. И не можем ее документировать, так как у нее нет прописки. Получается, чтобы встать в прописку и документироваться, ей нужно обратиться в отдел миграционной полиции. ЦОН не может предоставить услугу по прописке, так как гражданка не имеет действующего удостоверения для того, чтобы идентифицировать ее личность. В ЦОН приходит 14-14 на счет. Когда была пандемия и так далее, нам все приходит по СМС, в телефоны. То, что нас ставят в известность. Теперь, когда нас выписали и оставили без ничего, никто ничего не написал. Никакая СМС не пришла. И теперь я никому не могу ничего доказать, что я жила в своем собственном доме, что он мой, что я, как говорится, хозяйка, и кто-то чужой пришел и меня выписал с собственного дома. Кого мне искать? Или платить мне кому-то деньги? Это взятка, чтобы я кому-то дала, чтобы меня кто-то к себе прописал. Меня толкают на это, чтобы я кому-то давала взятки, чтобы меня прописали. Вот и все. Все, Сахар поднялся. Галину уже в ЦОНИ все знают. Помочь ничем не могут. У женщины диабет. И каждый раз она испытывает страдания, когда ей приходится ходить по кругу и не находить выхода из ситуации. Без удостоверения ей не дают таблетки в больнице. В миграционной полиции сначала прокомментировали ситуацию и обозначили алгоритм действий. А затем опять все замкнулось на том, что нужна прописка. Поеду в Астану. Буду добиваться в Астане. Через все наши законы казахстанские. Я гражданка Казахстана. Так что предпринимите, пожалуйста. Кто-то может прийти с улицы и выписать вас. И вы через три минуты никто.